приветствую друзья всех сегодня мы продолжаем изучать соционику и я сегодня пригласил аню к нам гости для того чтобы мы продолжили деятельность канала и для того чтобы мы протипировали ее в очередной раз немножко больше поняли свои соционические познания сделали свои глубже итак поехали они будут отвечать на 13 вопросов сегодня я заготовил ну и какие-то будут уточнения там по ходу дела итак начнем первый вопрос как зовут и где родились меня зовут аня я родилась киви в украине поехали дальше 2 3 положительных и 3 отрицательных качества на вы на ваш взгляд такой 3 положительных и 3 отрицательных это сложно вопрос давай начнем с трех положительных качеств доброта так первое понимание 2 дипломатичность 3 и 3 негативных на твой взгляд леность вот но это лености то что трудно собраться и не больше лучше расслабиться и трудно потом из этого опять и мобилизироваться и то есть и вот эта мобилизация она много забирает сил поэтому я сейчас считаю это негативное на что это баланса трудно выводить баланс вот в движении хорошо недостаточно можно считать что это 3 так дальше поехали 3 каким ребенком ты была в детстве мой ребенка я очень вспоминаю с теплотой это время и как раз где-то до пяти лет и у меня воспоминания о том что я была веселая очень живая очень много энергии и не поседая меня остановить невозможно было я везде лазила неугомонная просто везде и и жизнерадостная на одном месте я никогда не сидела вот это в совокупности очень энергичный и веселый ребенок вот конечно будет трудные ситуации этому и там и замыкала себя но вот больше хочется вспоминать такие приятные моменты а до какого возраста ребенка допустим до семи-восьми лет до семи-восьми но потом была ответственность у меня братья и сестры родились поэтому я уже включилась и заботилась о них все вот поэтому там уже моему озорству веселью и беззаботности пришел теперь жду я наконец-то снова могу почувствовать беззаботно и свободно и легко без этой всей груза ответственность отлично прошли третий вопрос супер четвертый любимые фильмы книги цитаты начнем с фильмов я сейчас прям и не вспомню все потому что я как-то по состояниям смотрю и я вспоминаю можно книги там можно цитаты что что приходит первую но сейчас мне нравятся книги о я вспомнила книгу которая мне понравилась я была в восторге это в детстве не нравились сказки я просто перечитала все сказки всех народов и это не были не просто сказка это и хоть и фантазийный мир но и в нем и чувствовалось все таки взаимоотношения между разными персонажами некая мудрость все таки вот хотелось познать хоть мне конечно нравились волшебные сказки на волшебные сказки не просто который так поменять я пожаловал и она все сбылось где чувствовалось некая мудрость глубинная вот в это проявлено здесь вот эта суть которая есть у каждого человека и вот и меня там я искал искала и вот это подводит к тому что сейчас вот книгу которую я не относительно недавно прочитала это книга те александр 2150 вот она там же книга о будущем будущее в котором люди живут по другим уже не по законам кармы вот что есть последствия не прям вот сделали какой-то поступок а потом карма догоняет тебя и говорит плохо ты делали хорошо вот вот по законам любви то есть как ты относишься к себе к другим это вот мгновенно и общество построено не для того чтобы ой а прилетит мне потом или не прилетит от того что у них желание то есть заботы любви как к самому себе такие общество они ощущения и мировосприятия того что все есть ты и то есть каждая это каждая частичка бога то есть и ты и другой человек и вот это взаимоотношения между всеми построены на взаимоуважении принятие любви и более глубокий уровень восприятия чувства и чувства и связи нет поверхностные а глубокие то есть даже брать какое отношение к развитию и к ну понятно в общем книга примечательно тем что там много интересного такого мне она понравилась тем тем что я с детства чувствовала и я вот многие говорят мир во всем мире это все это неправильное чувство это какое-то некое убегание или еще что-то но на самом деле то внутреннее чувство которое я чувствовала в этой книге я поняла что это реально и это не просто книга это то к чему на самом деле человек который идет духовным путем это к чему стремится то есть это просто другие уровни духовности и осознанность это что мы можем построить это какой мир будет когда люди достигнут будут продвигаться вот этим уровнем и это реально вот это реально и как она может просто выглядеть и что люди это чувствовать то есть это были реалистично но супер что насчет фильмов на цветах фильмов она я не назову конкретный фильм хотя нет я даже вспомню но мне в фильмах нравилось к те фильмы в которых происходит внутренняя трансформация то есть или как женщины о том что женщина например может быть потеряна и не проявлено и как раз вот это и глубокой чувственности нет взаимосвязи и как быть вот этой рекой которая знает в какую сторону и направить и как текучей и перри проявляющейся проявленности вот как раз фильмов которых женщина проходит этот путь и она раскрывается и и учиться с внутренним энергиями взаимодействовать и себя очень хорошо чувствовать и мир туда меняется вот как фильм частично мемуары гейши в котором вот она познавала вот это искусство женской силы куртизанка на куртизанка это тоже про это же искусство любви то есть не то скверненное понятие понятно разные но здесь о высоком именно проявление именно женственным то есть если выбрать это лишнее посмотреть в суть то вот вот это вот вот такие вот фильмы раз ну понятно легкие остальные но вот это вот то что больше всего выцепляло вдохновляет и хорошо пойдем дальше пятый вопрос кого можно назвать хорошим человеком хорошим человеком хороший человек ну я разбираюсь в понятиях морали и смысле разбираюсь и учусь вот это находить вот эту границу и по каким критериям критериям это вообще оценивается вот потому что это такая тема где те нормы границы которые установлены обществом это не является эталоном это наоборот искажает и ограничивает и коробит каждого человека то есть это не ограничивая человека обуславливая то есть это не не проявляя истинности каждого индивидуальность каждого человека поэтому каждого человека она своя и то Я примерно понял, что хороший человек – это человек морально-этический. Да, морально-этический – это тот, который познает свою мораль других и проявляет свою природу. А этично относясь к другим, намеренно не вредя им. То есть это и проявление уважения, и как уважение к себе, к своим проявлениям, так и уважение к другому человеку. Это, наверное, этика называется. Окей, пойдем дальше. В общем, где бывали, в каких странах бывали, или городах, и что запомнилось, в каких-то путешествиях? Я была… я из Киева, училась 6 лет в Одессе. И Одесса для меня до сих пор остается очень родным, близким местом. местом, в котором я приезжаю, и я расслабляюсь. Здесь другая энергетика. Если Киев брать, он холодный, давящий, быстрый, как ему нужна работа, работа или карьера. И без вот этого баланса к тому, чтобы и уделять время отдыху, где-то напитаться природой, отдохнуть. То есть, хоть там и есть и парки, но вот темп, энергия города, он не про то, чтобы балансировать эти две грани, чтобы и работать, и потом пойти, и также и отдохнуть, расслабиться. Одесса мне нравится это еще как раз вот этим умением как и проявиться, так и умением наслаждаться. И тут куча. И это создается и как и архитектурой, и самими людьми. И вот это море. Но еще одно место это Карпаты. Карпаты это моя любовь. Там я почувствовала себя. Мне хотелось быть птицей, лететь и раствориться вместе. Потому что там такое бешеное ощущение, неимоверное. Я не забуду это. Невозможно словами передать. Спасибо. Что главное в поездке? Седьмой вопрос. В поездке? В неизвестное место или известное место? Неважно. Пускай будет. В Киев. Поездка в Киев. Что-то главное. Назад домой. Да. Что главное в поездке, в принципе. В любой поездке. Ну, в зависимости что. То есть, если я, например, еду в неизвестное место, то есть впервые. И, например, сама. Мне нравится ощущать атмосферу. Мне нравятся красивые виды и поближе к природе. И вот. Хорошо. Достаточно. Да. У нас еще много вопросов, чтобы мы успели. А, окей. Да. Сильно не будем. Не. Я не раскрыла все тяну. Это я только начала. А дружеский аспект. Да. Мы просто коротко делаем. Хорошо. Так. Оно это короткое, но передаст суть. Да. Обережу. Потому что я, например, только начала. А как же там другие поездки? А как же, если с людьми я встречаюсь? Это же совсем другое уже путешествие. Ну, это можно в других вопросах. А, да? Окей. Хорошо. Все. Дальше. Значит, что примечательное в вашем городе или стране? Примечательного? Да. Ну, для тебя вот именно, что примечательное. Ну, можно так коротко, не сильно. А примечательное это что? Ну, что запоминается? Когда ты вот находишься в своем городе или все остальное. Запоминающийся. Что прям бросается в глаза? Что запоминается? Что прям вот пульсирует где-то в пространстве? Ну, или как-то вот… Или не в пространстве, я же не знаю. Для тебя что? Сейчас я подумала. Пульсирую, запоминаю. Ну, просто запоминается как бы, да. На что ты обращаешь внимание? Например, в своем городе, да? В своем? Ну, мне сложно сейчас говорить про Киев, потому что у меня более роднее это Одесса. Поэтому я лучше про Одессу. Ну, про Одессу, запоминающийся. Окей, мы можем этот вопрос потом в конце ответить. Сейчас… Хорошо. Сейчас вот это. Хорошо. Так, какие качества цените в друзьях? Какие качества? Это близость по духу и взаимный интерес и поддержка, взаимовключенность. А поддержка что имеется в виду? Поддержка? Что имеется в виду? Поддержка? Да, что ты имеешь в виду, когда говоришь «поддержка»? Это, наверное… Ну, для меня поддержка – это когда у меня есть полнующие вопросы, я в состоянии, которое переживаю, и совет мне нужен, или что-то прояснить, то прийти к близкому человеку, который тебя как-то не понимает, и он проявит внимание, можно сказать, даже заботу, и поговорить с ним. Да, 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 прошу. Да, и последний на сегодня вопрос тогда, да? Чтобы, ну, вписаться в регламент, так сказать, во время. Во время. Да, значит, последний. Что, так, какую музыку слушаете? Ну, я разную музыку слушаю, но я слушаю по состоянию, вот, и оно меняется, вот. Раньше еще в университете это была одна, это больше был инди-рок, ну, это по состоянию было. А, в состоянии что имеется в виду? Внутренние ощущения. Вот, например, в один день у тебя меланхоличное состояние, тебе хочется музыку тоже более спокойную, где-то лиричную, где-то, которая еще больше вот это раскрывает это состояние, и ты еще более закутываешься в это состояние, ну, это состояние, ты растворяешься в нем, где-то. Другое, например, состояние, наоборот, тебе хочется потанцевать, и ты включаешь музыку ту, которая, вот, которая тебе нравится, и ты прям чувствуешь, как тело начинает само проявлять эти движения, то есть эта музыка перетекает в движение, и это как… и ты слышишь и себя, и… и что… как тело хочет проявиться, как… это как-то… вот… в общем, оно как единое тогда проявляется. Поэтому музыка разная, совсем разная. сейчас мне более… как шаманского, как-то не скажем. Как это… но и также и обычные… вот… разных певцов. Я не знаю, по классификации… В принципе, достаточно, да. Достаточно. Я хочу тебе сказать спасибо, Аня, что ты поучаствовала в сегодняшнем разговоре. Спасибо. Это было очень поучительно для меня, и, ну, с точки зрения типа тоже было очень интересно посмотреть на тип. Спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Удачи. Спасибо.